Кабинет министров утвердил постановление, которое разрешает пересматривать повышение платы за капремонт на 25% может увеличиваться стоимость капитального ремонта. Справедливости ради стоит сказать, что это речь идет не о тарифе за капремонт, а о стоимости работ уже выполняемого капремонта. То есть, если на деньги со специального счета начали делать какую-то работу, и вот сейчас в процессе повышения цен на стройматериалы, как они это объясняют, можно превысить стоимость на 25%. Но в конечном итоге не исключено, что повысится плата за капремонт, то есть тариф будет увеличен. Интересно, на какой процент? Не на 25%? Нет, конечно, он будет увеличен значительно больше, наверное, чем на 25%, но на 25% минимум, потому что очевидно, что если в фонде капитального ремонта есть определенная сумма, то этой сумме равно количеству обязательств. То есть, собрали миллион рублей, но миллион рублей, значит, нужно определенные работы выполнить. А сейчас им говорят о том, что денег на эти работы вы можете потратить больше. То есть, денег больше не стало, их как было, но теперь этот ремонт будет стоить дороже. Они имеют право увеличить его сметную стоимость. Ну, тогда не хватит денег для других работ. Тогда не хватит, не будет возможности, собственно, эти обязательства выполнить. Конечно, вся эта ситуация с фондом капитального ремонта, конечно, чистой воды лохотрон. По мне, это просто пирамида. Это хитрая, ничем не подкрепленная и не аргументированная попытка залезть людям в карманы. Это не попытка, это уже совершившийся факт, когда-то так все начиналось. Вот так давайте. И на сегодняшний момент мы видим по итогу, сколько лет прошло уже с момента, когда этот закон приняли, изменение в жилищный кодекс. Это у фонда практически банкрот. То есть, там денег нет. Количество, размер обязательств огромный. То есть, власть должна ремонтировать, менять, чинить, а денег уже нет. Вопрос, где деньги? Как так получилось? Ну, конечно, Америка сейчас скажет, что Украина виновата. И по мне, это их просто разворовали хитрыми различными предлогами. На обеспечение функционирования каких-нибудь структур, чинов и так далее. Все спишут туда, скорее всего. И люди, которые платили, которые добросовестно, деньги, которые им очень трудно давались, они доставали и, собственно, в этот фонд отправляли. А работы им никто не выполнит. Но сейчас, вы вдумайтесь, у власти есть отличный повод, отличный повод свалить все на повышение стройматериалов. То есть, сейчас они разрешат тратить больше денег и скажут, деньги-то кончились. То есть, что они кончились до этого, никто говорить не будет. Но формальный повод, чтобы в вечерних новостях жителям навешать лапши на уши, у них будет. А потом за этим последует повышение тарифов. Причем повышение колоссальное, катастрофичное. Слушайте, выросли стоимости железа, металла. Выросла стоимость лесопилки. Гасите тогда из бюджета. Правительство брало на себя обязательства и гарантировало нам с вами стабильность на рынке. Что цены будут под контролем. Ответь мне на вопрос, мне вот очень интересно. Россия крупнейший производитель металла в мире. Как так получилось, что у нас растет цена? Как ты думаешь? Насколько я знаю, вопрос в цене на мировых рынках. Им выгоднее продавать на экспорт. И они растут, соответственно, и на внутреннем рынке, эти цены. То есть, смотрите, какая ситуация. Россия крупнейший производитель металла на планете Земля. Но металла для внутреннего рынка у нее нет. Она говорит, слушайте, эффективный собственник придет. И все будет у нас офигенно. У нас цены будут снижаться. У нас будет из-за конкуренции расти качество продукции. Рынок все растает по своим местам. В результате, из-за того, что падает стоимость валюты, она обесценивается, наша валюта, туда за доллары продавать выгоднее, чем на российские рынки. Наш бензин, например, или там, я не знаю, там какие-то другая продукция, металл с лесопилкой, продается туда, а внутри образуется дефицит. Из-за дефицита растут цены. В результате правительство приходит к своим производителям, к предпринимателям, которые взяли наши с вами заводы, наши с вами предприятия, огромные, гигантские, богатейшие предприятия. Назвали их, повесили табличку частная собственность, назвали это своим. Приходят и говорят, пожалуйста, а можете нам тут продать на внутренний рынок что-нибудь? Там просто дефицит как бы. И те, понимаете, те сидят и говорят, давайте обсуждать, а что вы нам предложите взамен? Они говорят, давайте мы из бюджета будем компенсировать упущенную выгоду, как если бы вы продавали это за границей. Просто абсурд. Они вначале украли наше с вами народное хозяйство, а теперь мы из бюджета должны платить за наши с вами заводы, чтобы они продавали это на внутренней рынке. Мы платить за это должны. Вы понимаете масштабы идиотизма? Сделать более неэффективную систему управления невозможно. Просто невозможно. И когда мы говорим, ну примите закон. Вот возьмите элементарный закон, где половина произведенной продукции, 80% произведенной продукции, предприниматель обязан продавать на внутреннем рынке. Обязан. В результате на внутренний рынок хлынет огромное количество различной продукции. Огромное количество. И это будет причиной снижения цен. Потому что когда предприниматель говорит, я буду продавать на международные рынки, его себестоимость продукции не увеличилась. То есть его себестоимость осталась такой же. А в иных случаях она даже снижается. Почему? Ну потому что, во-первых, ну это не про Россию, но тем не менее, в принципе, процесс производства. Научно-технический прогресс все-таки повышает производительность труда. В России эта автоматизация не очень заходит. Потому что в нее нужно вкладываться. А временщики не хотят вкладываться. Они хотят хапнуть и желательно сразу, желательно побольше свалить, к чертовой матери, за рубеж, чтобы у них обратно это никто не отобрал все. Тем не менее, маржа сверхприбыль, сверхобогащение достигает просто колоссальных масштабов. И правительство смотрит на все это и говорит, ну что мы можем сделать? Ну что, это честный бизнес. Не, ну как? Вы же нам обещали. Вы говорили, что все будет нормально. В результате выросли цены. Представляете, на лесопилку цена выросла. То есть Россия занимает, да не просто первое место. Слушай, вот это, кстати, интересная статистика. Я бы, знаешь, как сказал, что Россия производит леса больше, чем совокупно, ну блин, это, конечно, громкая фраза, все страны мира. Ну, я знаешь, вот чем мотивирую? Если российский лес через китайскую сторону лидирует по поставкам в Америку и в Европу одновременно, а это крупнейшие потребители древесины, ну и Китай, соответственно. Это же тоже наш лес. В Китае же запрещено лес вырубать. То есть, ну очевидно, что три крупнейшие страны на планете, ну территории, ладно, на планете Земля, ну, наверное, скорее всего, даже без сложного анализа можно сказать, что это просто запредельные поставки древесины на рынке планеты Земля. И при этом у нас выросло на четверть, слушай, какой на четверть, в два раза, по-моему, древесина, лесопилка выросла в России. Да, по тем же самым причинам. В два раза. То есть, слушайте, ну ладно, я согласен, если бы мы покупали лес в Африке, наверное, да, вот эта тема роста цен, там, каких-то там увеличений, там, цен на мировых рынках, наверное, это играло бы. Какая нам разница, сколько он на мировом рынке стоит? Мы его производим, он у нас здесь, в Сибири, этот лес. Какая нам, к черту и матери, разница на вот эти скачки, вот этих мировых, значит, показателей? Это наш лес. То есть... И мы его доим. И мы его, ну, в данном случае не мы его доим, его доит кучка олигархов, которые, собственно, господствуют в нашей стране. Вот, а мы получаем повышение тарифов на капитальный ремонт аж на минимум четверть. А я думаю, что там будет больше 30%. Продолжение следует...